Всем приветики, с вами Юмилька, мы тут на стриме решили посмотреть Содерлинга, его ролик про мультфильм Головоломка 2. Я смотрела первую часть и мне мультфильм очень сильно понравился, поэтому когда выйдет вторая часть, я бы хотела посмотреть его с вами на стриме или же на бусте, если будет такая возможность. Чекнем видосик. Всем привет, с вами Содерлинг и недавно вышел тизер Головоломки 2, в котором нам показали новую эмоцию, появившуюся в голове Райли. Безумие? Тревожность. А-а-а, он на такого безумного человека похож, а насчет тревожности это прям жизненно. Живая, нервная, с хохолком на голове, которая внезапно сообщает, что прибыла не одна. В конце трейлера быстро мелькающие надписи раскрывают нам еще три новых эмоции. Зависть, скуку и смущение, которые даже частично видны на официальном постере сиквела. Судьи скрытные прям снизу. По цветам надписей, бирюзовая это зависть, с миленькими глазками, жаждущими того, чего у нее нет. Хмурая фиолетовая скука с длинным носом и корешкой. И розовое здоровенное смущение, судя по ее рукам. Но, скорее всего, этими четырьмя все не ограничится. Ведь после перечисления всех старых и новых эмоций, трейлер заявляет, что в головломке 2 Райли почувствует все. А это значит, что хоть и снова сюжета станут именно тревожность, зависть, тоска и смущение. Однако же помимо них, нас ждет с десяток, а возможно и целая сотня совершенно новых чувств. На самом деле, изначально еще в первой части мультфильма, внутрь Райли планировалось поместить аж 26 различных эмоций. Среди которых была и та же скука, и смущение, и зависть, которые на тот момент времени выглядели совершенно иначе. Смущение какое-то мрачное и с брекетами. Зависть больше похожа на скуку. Смущение больше похоже на некую закомплексованность, что ли. А сам скука будто просто унылый чувачок. Сам скука скучный. Также заметную роль в первоначальном концепте имела гордость. Мужичок с вечно вздернутым носом, смотрящий на всех свысока и считающий себя лучше всех. Была и Надежда, милое летающее существо с рыжими волосами и магией. Такая прям феечка. Феечка палочкой, с помощью которой она сеет вокруг свои предвкушения и мечты. Злорадство же был усатым мужичком с подтяжками, который насмехался над неудачами всех и каждого с немецким акцентом. А вот почему с немецким? Это странно, но насчет его внешнего вида я прям сразу подумала про диванных неких критиков, знаете, которые сидят, сами нихрена не делают, но пишут всяческие комментарии нелестные. Вот так выглядело раздражение в виде тревожного клубка вечно извивающихся линий с длинными ногами на каблуках. От нее прям таки чувствуется это нервное негодование. Жадность бы хватало, воспоминания Райли никому не хотела бы их отдавать. Вина выглядела как серый грустный шарик, а уныние точно так же, но в деловом костюме. Очень похож на них и стыд, но у него, по всей видимости, постоянно спадали штаны. А вот такой по первоначальным концептам была любовь, в образе толстенького добродушного мужичка с кучерявыми волосами. Также, со слов создателей, планировалось добавить отдельных персонажей, олицетворяющих отчаяние и даже депрессию, но нам не показали даже их концепты. В конце концов, для простоты сюжета список сократили, до пяти знакомых нам уже эмоций. Поскольку тоже злорадство и раздражение можно отнести к гневу, а уныние и отчаяние к печали. Но если же в трейлере сиквела нам уже показали тревожность, зависть, скуку и смущение, значит, вероятнее всего вернутся все оригинальные эмоции из первоначальной версии мультфильма. Просто... Ну, скорее всего, для этого нужно время. ...с измененными дизайнами. Более 20 новых чувств, а возможно, даже еще больше, ведь есть еще любопытство, жалость, удивление, паника, восхищение, волнение, нежность, лукавство, подозрительность, сарказм, похоть и многие другие. Сарказм тоже относится к чувствам? На причины внезапного появления всех этих новых эмоций нам намекнули еще в конце первой части. Слышите? А что такое созревание? А-а-а! Я не знаю. Наверное, лишний наворот. В сиквеле Райли исполняется уже 13 лет и, соответственно, начинается пубертат, а с ним и множество совершенно новых переживаний и чувств. И на смену главенствующей радости по центру пульта теперь в осяде, скорее всего, именно тревожность от непонимания девочки, что же происходит с ее телом и всем окружением. Хочется личного пространства, родители не понимают, все бесит, злит, чешется, болит. Чувства, которые раньше на себя брали страх и гнев, возымели такую значимость в голове девочки, что приняли отдельную полноценную форму. Жизнь стала куда сложнее. Даже скука в детстве была довольно редким чувством, поскольку ребенок всегда мог найти себе интересное занятие, даже просто сидя в машине. Либо это будет радость от проезжающих машин, либо же печаль в виде истерики. Подросток же уже терпит нудные вещи, поскольку понимает их необходимость. Но от скуки в голове это не избавляет. И смущение перед мальчиком тоже ведь уже не описать обычным страхом, ведь в ее основе лежит и симпатия, и переживание, и растерянность. Потому в голове и появилась новая полноценная эмоция. Да и зависть, гордость... Кроме того, вот смотрите, ребенок, когда он рождается, это чистый лист. А дальше он смотрит на своих родителей и других взрослых людей. Далее получается так, что вот ребенок даже там в 3-4 годика, он получает либо похвалу, либо наоборот некое недобрение. И он воспринимает все это очень ярко на свой счет, особенно со стороны родителей. И за счет этого постепенно у него появляются комплексы, и, соответственно, он начинает смущаться, там, стесняться себя, своего тела, своих каких-то особенностей. И именно поэтому то же самое смущение, оно не так бы уместно смотрелось, когда сама Райли была бы еще очень-очень маленькой. Смущение появляется у нас со временем чуть позже. И достигает, мне кажется, своего пика как раз-таки в момент полового созревания. И это как раз та тема, которая будет подниматься во второй части мульта. Да, если злорадство, дети испытывают гораздо реже, потому их функции выполняли печаль, радость и гнев. Другой вопрос, почему же всех этих эмоций не было в голове мамы и папы Райли в первой части мультфильма? Если же это лишь подростковые эмоции, почему их нет у крутой девочки или косерши в пиццерии? Наверное, показывали эмоции множество других персонажей. И все они ограничивались лишь пятью основными, а порой и вовсе одной. И лишь у Райли будет сто эмоций. Если это никак не объяснят в грядущем мультфильме, это превратится в громадную сюжетную дыру. А головломка 2 будет больше похожа на сиквел и сделаны лишь бы как исключительно ради выкачки денег. Думаю, Pixar такого уж точно не допустит. Надеюсь. И обязательно сюжетно обоснует появление новых эмоций. И мне кажется, я даже знаю как. Радость, гнев, печаль, страх и брезгливость так и останутся основными эмоциями девочки. А Рава же всех остальных чувств озаглавят второстепенными. Не будут же они все толпой стоять вокруг пульта? Чего тут делать смущению, которое понадобится максимум пару раз в неделю? Скука нужна лишь во время уроков, а гордость после удачных игр в хоккей. Все новые эмоции будут подходить к пульту лишь по мере необходимости. В остальное же время уходя отдыхать в другую комнату, куда ночью уходили спать и основные эмоции, что даже наглядно показано в старых раскадровках. Есть для нас работенка на сегодня радость! Мы вас позовем, если что-нибудь случится. Кстати, целиком эту раскадровку можно посмотреть в моем телеграме по ссылочке в описании. Жалко, что он тут не показал. Менее значимые эмоции отсиживаются в отдельной комнатке и заходят в главный офис лишь тогда, когда Райли нуждается в них. Также и в случае мамы и папы Райли, которые в показанной нам сцене испытывали печаль и гнев соответственно, и потому необходимость в остальных эмоциях в данный момент отсутствовала. Поэтому их нет в кадре, а не в другой комнате. То же самое касается и разгневанного водителя, и брезгливую кассиршу, и крутую девочку, которая испытывала неимоверный страх, что одноклассники видят ее насквозь. Да, возможно, это немного утрировано, поскольку в случае мамы ей в тот момент больше подошла бы тревога, а кассирша безразличие. Но внезапно добавлять второстепенным героям сотни различных эмоций, которых еще нет у Райли, было бы неуместно в первой части. Маленькие зрители бы не поняли, почему девочка так отличается от взрослых и подростков. Это целая... Ну, с одной стороны, не поняли бы, а с другой стороны, это был бы интересный вопрос, и некая пасхалка, может быть, для нас с вами, взрослых, некий повод для размышления. Отдельная тема, на раскрытие которой необходим отдельный мультфильм. Ну, и мы бы как раз дошли с вами до того, что у ребенка эмоций гораздо меньше, как бы, да, и со временем они проявляются все чаще и все больше, и прямо разные, и неординарные. Собственно, и станет Головоломка 2, где нам покажут ту бурю эмоций, которая кишит в голове подростков в период полового созревания. И очень надеюсь, что в сиквеле все будет вертиться не только вокруг Райли, но и вокруг ее друзей и знакомых. Хотелось бы, чтобы затронули побольше героев с различными судьбами, и показали, как они переживают те или иные ситуации. Кстати, трейлер Головоломки 2 я уже разбирал на Твиче, где я теперь стримлю, общаюсь с вами, отвечаю на вопросы, чтобы не пропускать. А на этом сегодня все. Поставьте обязательно лайк на видео и подписывайтесь на мой канал. А с вами был Содерлинг. Спасибо за просмотр и пока. Пока, до встречи, как говорится. Ну, что могу сказать, мне понравилась мысль Содерлинга про раскрытие второстепенных персонажей. И я поняла, что когда смотрю какие-либо фильмы или же сериалы, это так классно наблюдать не только за основным главным героем, но и за его окружением. Вот из недавнего я посмотрела аниме Харемия, и там прикольно то, что раскрылись не только отношения главных героев, но еще и второстепенных. И у всех у них разные ситуации, там, разные взгляды на жизнь. И у кого-то сразу получается наладить взаимоотношения, у кого-то нет. И это так классно видеть то, что есть не только главный герой, и все крутится вокруг него, но и также то, что эта вселенная, ну, мультфильма или же аниме, она большая, и она живет своей жизнью. Спасибо Содерлингу за интересный ролик. Ждем с нетерпением мульта. А с вами была Юмелька. И всем пока. Вышло новое видео Мармока. Рилли.